Подождать. Так, всем привет. Для чего эта фигня? Да, это именно так. Так, что это мы так медленно присоединяемся? Или у меня сегодня свет такая глючит? Мася, Муся. Да, Масенька у меня отдыхает. У нас сегодня такой дождливый и холодный день. И, соответственно, вот сейчас у нас была... Вчера была фотосессия, сегодня было интервью, потом второе интервью. А сейчас у нас будет что-то для меня новое. Типа какой-то стрим в Твитче с известным блогером Симоновым. Собственно, так. Так, а где лицо? Кстати, да, хороший вопрос. Где лицо? Простите, что-то я заболтался. Здесь лицо. Так. Рашпак. Спасибо. Приятно, когда тебя ждут и любят. Так. Привет, Саня Мася. Мася обязательно все передам. Саша Мася. Я очень рад, что вы нас социализируете именно так вдвоем. Даже вместе с Литой напишите. Так. Многие почему-то негативно относятся к Симонову. А я не знаю. Во-первых, я лично не знаю этого человека. Мы с ним общались несколько дней назад, когда было предложение, потому что читатели Сергея хотели узнать обо мне побольше. А я в этом плане. Человек открытый. Мне попросили, позвонили, посмотрим, что будет. Вот. Глаза больше стали. Да. Потому что я еще пару килограммов скинул. И самое главное, что сегодня утром мы были в Выборге. Очень активные у нас выходные. Я удалял татушку. Это, соответственно, придало тебе огромные глаза. Это вот так вот. Он такой же воспитанный, добрый, как и вы. Ну, тем паче, я, на самом деле, ко всем людям изначально отношусь хорошо. И, соответственно, мне тоже импонировалось, что эти люди спросили, какие вопросы можно задавать. И чтобы тоже потом не дулись, если будет в этом правильно, Сергея, мне надо задавать все вопросы. В худшем случае, я вам просто не отвечу, если они будут не тактичные. Ну, а я буду таким, какой всегда. Так. Что-то хотели спросить, но забыли. Вы не переживайте, я еще минут 10 точно буду в эфире. Вот. Единственное, что сегодня побаливает головы. И, блин, третье интервью. Сейчас Перископ считает, это третий выход. А потом у меня вот этот будет интересный разговор с Тимоном. Очень интересно. Потому что, что радует, многие теперь люди, которые приглашают меня для того, чтобы я дал интервью. Сейчас интервью было в Таиланд. Они реально смотрят весь канал, слушают Перископ и составляют мнение. Смотрят все видео, которые были, чтобы составить мнение и не задать одних и тех же вопросов. Реально профессиональная работа, это реально очень мне понравилось. Они задают совершенно другие вопросы. Сегодняшние вопросы были крутые и интересные. Вот оно что. Так. Симонов пиарится за счет таких людей. Ну, так, ребят, оно все взаимно. Так и мы тоже. У Сергея большая аудитория. Многим, как обычно, я не понравлюсь. А кто-то, соответственно, что-то во мне найдет в моих видео, в моих словах или во мне. И, собственно, будет вот такая вполне определенная взаимовыгодная комбинация. Так. Какие, наверное, странные языки знаю? В общем-то, никаких. Но разговорно говорю на английском, а на испанском похуже изъясняюсь. Но если мне недельку сейчас обратно его вернуть, то тоже буду примерно как на английском говорить. Только чуть-чуть поменьше словарный запас. Сколько денег ты потратил за образ? Потом тоже посчитайте в каких-то из интервью. Нужно понимать, что раньше я, как человек-одиночка, а моим путем, если пойти все равно будешь один, всегда был один и сам. Но потом появилось, по жизни потихоньку стали появляться настоящие преданные друзья. И вы не поверите, но это неважно, поверите вы или нет. Салоны красоты, косметология, пластическая хирургия, стоматология. Ну, не понимаю, я даже не знаю какие-то массажи. В общем, многие вещи у меня идут просто бесплатно. Собственно, вот так вот. Почему? Потому что эти люди знают меня таким, какой я действительно есть. Они меня таким реально любят и знают. И у них есть возможность делать мне вот такие вот льготы. Так, ты педик, ты материшься. Так, нет, я не педик и я не матерюсь. Хотя несколько маленькая ложь за рулем порой. Иногда красный совцовый улетает, но у нас в массе лексикон не испорчен вообще. Так, спасибо, девушки, за очень приятные... Так, 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 слова. Скажите, что у вас с препаратом с кальцием. Да, слушайте, препарат с кальцием, к этому очень много чего-то все относятся. Кальция в 40 раз больше, чем в твороге и в сыре. Съедайте граммов 50 сыра, если только у вас не совсем какая-то диета. И с кальцием будет все понятно. Ты кто? Я, 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 я. Кто я? Человек, но странный. Так, привет, Гора. Привет. Когда в Таиланд? Только что меня как раз и спрашивал, что вам понравилось в Таиланде. Было несколько некорректно обвидеть нашего интервьютора и сказать, что в Таиланде нам не так и сильно понравилось. Наш родной дом Доминикана, Карибский бассейн нам гораздо милее. Вот. Там гораздо нам больше понравилось, не знаю, это наше чисто психологическое мнение. Ты трансвестит? Нет. Саша просто интересный человек, сколько разрабатываешь на образе. Изначально весь образ строился для тебя. Многие сейчас пытаются, я же понятно, что ты и на хитров вас, дорогих, обращая внимание, что Шпак сделал такой образ, потому что он у себя ничего не представляет, чтобы типа таким планом выпендриваться. Мой образ с 2006 года. А блогерством я занимаюсь последние семь с половиной, восемь, по-моему, месяцев. Собственно, вот так. Так что образ мне ничего раньше не приносил, это в мое удовольствие и в мое понимание, как я хочу и что я хочу делать. А сейчас образ, да, наверное, отрабатывает, потому что Ютуб уже приносит деньги. Так, покажи, что купили в Афстердаме. Ха-ха, нет, да. Я Масе предложу, говорю, может, покажем что-нибудь? Он говорит, нет, хороший, по-таже. Дай людям передохнуть, а то у них куканы могут не вернуться с Марса. Так, зачем такой образ нравится тебе или окружающим? Вообще абсолютно не важно, что нравится окружающим. Ребят, нужно подумать, что здоровый эгоизм, а хотя нас здесь выучили абсолютно противоположному, это полезная штука. Когда ты делаешь все вещи для себя и ты при этом счастлив, то найдутся люди, которые будут счастливы вместе с тобой. А те, кто тебя не понимает и не счастлив, вам с ними не по пути. А когда ты делаешь все ради кого-то, ради других, проблема в том, что рано или поздно придет это зачарование, потому что ты это сделал не для себя. Так, ты кто или что? Ты что, долбоеб? Особенно меня радует, когда девушки пишут некорректными некультурными словами. Это отображает внутренний мир. Саше и Ирине привет от Влада и Иллине. Спасибо и вам огромное за это. Зачем красить глаза? Я не знаю, честно говоря, поэтому я их зататуировал. А это уже даже не татуировка, это у меня остатки татуировки. Так, ты выше? Не, вон хвостик. Так, как ты представляешь старость? Старость это уменьшение уровня гормонов в организме. Вот, собственно и усталость. Все остальное не имеет значения. Собственно старости нет и даже, я не знаю, стоит вам показывать примеры наглядные, которые есть. Тоже Сильвист Тарталони. Мы не будем обращать внимание на его лицо, обратить внимание на его тело под 70 лет. Да и много на самом деле сейчас есть людей в возрасте. Вот отец, допустим, Ешанкина. Ему тоже, по-моему, под 60, а выглядит он более чем достойно. Вопрос не в этом. Вопрос в том, что можно жаловаться на плохую генетику, детей, отсутствие денег, эндокринную систему. А можно достойно выглядеть всегда. МОСУ 63 и он, кстати, жмет с груди 110 кг. Вроде как немного, а с другой стороны посмотрим, что мы будем жать в эти 63. Так, когда вы летите в Доминикану? Мы летим в Доминикану 6 июля по 23 июля. Вот. Саша, такие позитивные люди, как ты, должны размножаться. Не, достаточно на самом деле вокруг себя делать тоже позитивный мир. Ведь мир такой, каким мы хотим его видеть. Потихонечку, когда вы раскрываетесь, тоже искренне и открыто, и вокруг вас собираются такие же люди. Ваш мир становится комфортным, оттуда уходят завистливые люди, неправильные. Просто они не могут терпеть вашего счастья. Они рано или поздно пропадут, поверьте мне. Так вы меня вышли. Вокруг вас остаются только интересные и спокойные люди, которые вас напрягают. А чем меньше в вашей жизни напряжение, тем меньше проблем. Где хочешь жить в старости? Так, во-первых, старости не будет. Во-вторых, мы сначально думали, что мы через какое-то время все-таки эмигрируем в Доминикану. А сейчас реально понимаем, что мы не эмигрируем. Но достаточно много времени мы будем путешествовать. То есть хотим путешествовать не менее полгода. Ну, то есть полгода на полгода. У нас с массой и так всеобщая, но мы очень не любим хао от Духу. Какой факт остался основным для изменения внешности? Заботясь о остальных и давая другим все, ожидал, что в ответ тоже будет какая-то, знаете, забота, внимание. Оно и было, но не в той степени, которой нам хотелось. Ведь что такое разочарование? Это когда ваши мечты не сбываются. А что такое счастье? Это когда ваши мечты сбываются. Собственно, вот так вот. И на какой-то момент я понял, что, допустим, я бы хотел сделать себе брови более четкие, потому что я белесый и хотел бы сделать себе ресницы. А мне что-то... Ну, никто не говорил, там, Саша, все-таки пойдем в салон. Более того, говорю, там, девушки, надо в салон сходить. Или там, помогите мне Том или здесь. Ну, то есть, помогите, расскажите советом. То есть, как сделать, сама пощипай мне брови покрасить. Но почему-то на это никто не реагировал. Поэтому в какой-то момент я понял, что все зависит от тебя. Не надо никого убежаться и делать самому. Так, позорище. Какие супер. Покажи какие. Как накачать ключи. Есть видео на ютубе. Вы смотрите, думаете о этих или уже есть? Да. Уже давно отвечали. И ответом служит ответ эгоизм. Здоровый эгоизм. Мася часть меня. Я часть ее. И мы, ну, и маленькие дети. Мы любящая пара. У нас все в этом плане классно. И мы не готовы отяготить себя еще одной переменной. Наше счастье состоит не в этом. При всем при этом, я реально понимаю, что очень много людей имеет детей. Это их счастье. Мы это очень сильно уважаем. Только, пожалуйста, это мнение не надо к нам применять. Мы же не применяем, что не надо вам иметь детей. Здорово, Санька. Здорово. Так, мы поняли друг друга. Так, это кто? Так. Понятно. Спасибо. Клыки не мешают в жизни. Клыки тоже сформировались где-то, по-моему, в году 2006-2007. Несколько раз я их ломал, но это из-за того, что приходилось менять анатомию движения. То есть, ревешки делать движения право-лево уже было нельзя. А так, в общем, все хорошо. Ты вампир, ты крещеный. Нет, я не вампир, но, соответственно, в вампирах есть какой-то шарм. Я крещеный, однозначно крещеный. И, соответственно, мы с Масей повенчались. А почему накрашенный, я не накрашенный. Так, все нормально, на губы будто Грантова Артурова Романова. Вы не поверите, на губы абсолютно натуральные, там ничего нет. Поэтому, когда вы мне говорите скачайте губы, это просто нереально. Собственно, вот так вот. Сколько ты сбросил? Я сбросил после Амстердама десятку. Причем в Амстердаме я еще и набрал, а 122 приехал. А сейчас у меня 112. Так, ты мне нравишься, прикольно. Спасибо. Ты гей, это вопрос или утверждение? Если утверждение, то неправильно. Ты мужик? Нет, мужики в деревне. Я явно не мужик. Вот. Так, он конченый. Тоже очень интересно. На жаргоне люди общаются, чтобы под этим подразумевать. Показать фигуру. Ребята, я реально понимаю, почему порой пишите, что Саша Шпак много кого качает или вообще не может ни на кого не качать, потому что он сам типа не накачанный. Не надо воспринимать меня как бодибилдера. Я хожу в зал для фитнеса и получения кайфушки. То, что я качаю, качаю для себя и не пытаюсь вам это впарить. Поэтому не надо меня рассматривать. Я не знаю, кто меня назвал самым потажным бодибилдером России и из-за этого у всех он нырвет. Какой типа шпак бодибилдер? Никакой. Зачем себя изуродовал? Спорный вопрос. Так. Это мужик или баба. Интересный вопрос. Где волосы? В кишке он массив все завязал. Зачем ты читаешь какие вопросы? Нормально не ты читаешь. Ребят, многие обижаются, что я не читаю вопросы. Фишка состоит в том, что когда я прочитал один вопрос, я больше на монитор не смотрю, чтобы не сбиваться. Почему читаю плохие вопросы? Потому что зрение вернулось обратно. Я посмотрел. Служив ли я в армии? После военной кафедры. В сборах полтора года в городе Выбарк. Стоит ли переезжать в Питер? Не знаю. Кто такая мать? А моя жена? Глаза не накрасит. Так. Расскажи какой-нибудь подростковый фейл во время секса. Господи, а что такое фейл? Я даже не знаю. Что это такое? Так. Александр, Вы к косметологу ходите на процедуры по уходу за кожей? Ну, к косметологу мы пользуемся больше для ботокса. Процедуры, на самом деле, делать достаточно редко. Потому что, ну, кожа у меня сложная. Я уже давно подобрал, что на самом деле мне хватает. То есть, достаточно поставленного мыса водой сенсибио, а не обычной. И, соответственно, такой же крем для покраснения. Соответственно, тогда вообще все становится идеально. Любишь ли розыцет? Обожаю. Стоит ли писька? Да. Плохо, что парней это интересует. После всего у тебя дизайки поселят вывод, отчаянный ты. Ребят, я вообще ни с кем-либо, какой бы там ни был человек, буду все равно оставаться собой и отвечать корректно, культурно на все вопросы. Так что, в чем претензия, в чем проблема? Что это изменит? Его подписчики захотели меня осуществить. Будут хейтеры, будут очень много нехороших комментов. Я их пропускаю совершенно свободно мимо, потому что интернет это такая безнаказанная структура, где даже вроде более-менее адекватные нормальные люди, которые в жизни они являются здесь, почему-то ведут себя полностью аморально, без обязательств и показывают свои самые худшие черты. Поэтому, поэтому меня сильно это не затрагивает. Так, пропустил твой вопрос, извините, попробую ля-ля-ля. Так, не успеваю. Фейл, неудача, оплошность. Ага, понял. Так. Так. Вопросы у парней на их больные темы. Да, у парней есть такое. Кто-то не вырос. Саня, тебе уже сорок, ты еще говоришь, что вы еще дети. Ну, во-первых, мне нифига не сорок. Во-вторых, ребята, wake freedom up это не просто порыв и источное непобуждение к действию. Разбуди и свободу это означает фильм братьев Вачовски «Матрица». Проснитесь, ложки нету. Перестаньте смотреть, что вам впаривают. Нужно это купить, здесь нужно смеяться. Это модно, это не модно, это хорошо или плохо. Вообще, надо понять одно – ложки нет. И хорошо, и плохо тоже нет. Живите своей жизнью. Поймите сами, что такое добро, верность, правда, честность, любовь. И, соответственно, станет гораздо проще. Вот. Это я к чему? К чему-то. Так. Мировали я бизнес? Да, бизнес я мировал. Бизнес у меня сейчас что-то, по-моему, чуть меньше сорока семи. А обычно он сорок восемь, сорок восемь с половиной. Так. Так-так-так. Правильно сказано? Так. Мне интересно, что на самом деле многие люди стали общаться тут между друг другом, а я как-то это… Теперь я читаю то, как вы общаетесь. Интересно. А еще кому-нибудь из моих в Перископе такое есть? Просто круто. Саша Вачовский уже брат и сестра. Привет. Да ладно, серьезно? Но на самом деле это абсолютно не важно, брат и сестра, или это ваша шутка. Важно, что я извлек из этого фильма. А из этого фильма я извлек, что невозможного нет. В этой жизни возможно все. Мир такой, каким мы хотим увидеть. Создадите счастливый мир, будет так. Если верите, что в мире есть только предательство, циничность, ложь и боль, значит, соответственно, в вашем мире будет так. Поэтому, помните, все зависит в этой жизни только от вас. Так. Вы бы меня избили, если бы вы меня поймали. Да, так они много пишут. Много мне об этом говорят. Дивенская 4. Я работаю на тренировке. Меня не надо ловить. Так что, соответственно, если вы отвечаете за свои слова, приходите с удовольствием. Так. Подписывайтесь на меня. Ля-ля-ля. Так. Зачем губы накачал? Ребята, не накачаны. Губы? Нет. Ну, уже 3000 раз объяснял. Ладно, повторю для тех, кто новый. В свое время у меня стоял не гиалуронг, а стоял обычный силикон. То есть, в 2000-х годах губы увеличивали силиконом. Гиалуронг уже была, но это было крайне дорого и неудобно. Потом ранние ткани гипертрофировались, увеличились. Весь гель оттуда ушел, его вывезли, выкачали, высосали, вычистили, раскрыв все губы. И там не осталось ни капли ничего. Но ткани гипертрофировались. Теперь они и такие. Так. Так. Всегда очень приятно слушать. Интересный шик, так как я же не отключил звуки-то, елки-палки. Опа. Неправильное питание влияет на состояние кожи. Да. Абсолютно это факт. Когда фотосессия? Фотосессия была вчера. Мы вчера вернулись домой только ближе к полуночи. Что нужно есть для массы? Ребята, лучше смотрите на канале, а то у нас целая будет полемика здесь. Каким политическим идеологиям придерживаешься? Никаким. Что такое политика? Это управление толпой. Не считайте себя толпой, ведь на самом деле нужно понимать, что миром управляет не общество и демократии нет, а миром управляет одиночки. В моем понимании я абсолютно далек от политики, потому что политика не моя. Вот. Собственно так. Как отношусь к геям? Честно? Спокойно. В моей жизни было много знакомых геев, что можно отметить, всегда это люди неординарные и интересные. Если они это не пропагандируют и прямо не выносят свой рессор из USB, то к этому я отношусь совершенно спокойно. Если понятно, что они бегают кичаться, что они геи, мы такие все классные, так классно трахаться, простите меня в попу, понятно, что меня вызывают это неприятные ассоциации. Соответственно, ну здесь, как всегда, корректность. Ребята, хотите со мной общаться? Сделайте вид так, чтобы меня это не касалось. То есть, все становится сразу спокойно и понятно, они сразу превращаются в обычных людей. Собственно, вот так вот. Так. Ребята, когда вы задаете матный вопрос и не цензурно, и с оскорблением, надо понять, что в общем случае вам не ответят. Саня, курс составишь? Нет. Я делаю консультацию, очень много, и нет, что я не консультирую по АЭС. Так, буду ли играть? Обязательно зайду к тебе в гости. Заходите. Так. Да, люди очень классно пишут на матном. Это бывает интересно. Интересно, что они хотят под этим показать. А показывают они только одно, что внутри у них ровно ничего, за счет чего можно было бы хоть что-то придумать или сказать. Так. Передавай. Так. Это что такое? Мужчина, тебе нужно получиться выдержки. Нет. Вы же понимаете, у мужчин сразу образ. Причем это российский, причем образ. То есть, когда мужчина с накрашенными глазами, причем по барабану туировка не летает или с наксами, значит, соответственно, это гей. Вот. Либо петух. А когда ты едешь в Европу, Америку, в Доминикану, в Бразилию, они тебя воспринимают как рестлера, но у них даже нет ассоциации о том, что ты гей. Нет. Бывают, конечно, редкие экземпляры, которые у них это спокойно принято, они подходят, ты гей. И я говорю, у вас есть какие-нибудь предложения? Они говорят, да. Я говорю, сочувствую, я не гей. Собственно, вот так вот. Так. Так. Были на Кубе? Не, на Кубе не были. В Доминикане были. Много-много-много-много раз. Так. А, не успеваю читать. Тебя же брали за наркотики. А вы часто смотрите телек и считаете, что, в общем, курс доллара не должен вырасти, а с нефтью вот этой, все из-за какого-то глобального кризиса во всем виноваты только не мы, да? Тогда, конечно, да, меня брали за наркотики. Так. Можно ли убрать, девочки, целлюлит, растяжки? Как это сделать? Большие растяжки можно иссечь, маленькие можно подшлифовать. Целлюлит – это не проблема жировая, это больше проблема гормональная, которая, конечно же, все-таки связана и с обменом веществ. Поэтому вопрос здесь более чем тяжелый, чтобы быстро на него ответить. Так. Кем работаешь? Ну, как вы думаете, кем работаю по таким ответам? Я работаю тренером. Так. Если тебя кто-то из блогеров вызовет на бой, согласишься? Ребята, то есть, ради популярности многие готовы к чему-то вызвать меня на бой. Вы от меня слышали какое-нибудь оскорбление, тролль, хейтинг? За исключением вас, господа хейтеры, я мало кого как-то тролли. То есть, к чему мне это? То есть, что это за самоутверждение? Это с чего это? То есть, что за петушиные бои статусные? Мне это неинтересно. Я вряд ли кого оскорбляю, чтобы меня можно было за это наказать. Почему? Поэтому, если кто-то хочет поперяться за мой счет, то это будет как-то по-другому. Как с тобой встретиться? Приехать ко мне в зал. Как ускорить обмен веществ? Движение жизни. Начинайте двигаться больше. И самое главное, скоординируйте питание. Оно должно стать систематическим. Это означает, что точным, как по часам. Какой раз 182? Мастерская разговаривает в другой комнате. Смотрел ли ты футбол? Нет, мы телек вообще не смотрим. По причине того, что нам есть о чем поговорить, что посмотреть, чем заняться. Объясни свою внешность. Ребят, не обязаны объяснять свою внешность. Она мне нравится. Так. Где зал? Надивинский. Сашка молодец, воспитанник интеллигентный. Просто оскорбляет тебя, поэтому можно и пойти на бой. Ребят, чтобы меня оскорбить, нужно очень сильно постараться. Слова не значат ничего особенного у вас в интернете. Вот это у нас в чем дело. Так. Ты похож на пидора. Ну да, надо же. А какой-то человек похож на хорошего человека. Оказывается, пидор. Поэтому, как дальше вы будете определять, кто пидор, кто не пидор. Как? Так. Как правильно питаться? Смотрите у меня на канале. Либо, кстати… А нет. Да, на канале смотрите. Там все есть. Так. Саня тебя на том ролике арестовывали. Ммм… Ммм… Да. Ну, опять же, трудно смотреть по телевизору все это. Так. Ты просто пипец. Саша, ты красавчик. Жена тоже супер. Как найти твой канал? Сразу пишите «Саша Шпак» на ютубе. На моем канале чуть больше 26 тысяч подписчиков. И сразу я нахожусь в начале. Вы меня увидите. Так. Так, так, так. Ты страшненький. Кому как. Так. Покажи жену, Саша, иди трансляции. Почаще, ребят. Почаще бы я с удовольствием. Проблема в том, что в мире почему-то что-то с интернетом. Так. Вы клевый. Покажи свой красавицу. Уже показываю. Смотрев ваши ролики. Вы суперчеловек. Благодарю вас. Спасибо. Почему Шпак? Да, кстати, многие считают, что Шпак это то ли псевдоним, то ли еще что-то. Шпак, вы не поверите, это фамилия. Так. Что у нас еще? Мася, привет. От Алиси Кортес. Привет. Саня, тебя плохого слова не услышишь? Иногда за рулем услышишь, но я сразу перед Маськой извиняюсь, потому что не надо чернуху приносить в свой мир. Так. Красавицы готовят аппетитно. Это да. Но теперь мы очень-очень правильно кушаем. Какой у Маси рост? 167. 162. Не платишь за нет? Что это такое? Не знаю. Так. Красивая жена. Если нет, детей нет и не будет. Собственно, вот так вот. Нет интернет. Фотосвет у вас хороший был? Да. Фотосвет был прикольный. Был очень интересный фотограф, было очень легко с ним фотографироваться, но у человека очень классная работа и чуть попозже мы это анонсируем. Чем ты покорил Масю? Чем можно покорить женщину? Искренней любовью, честностью и чистотой. Собственно, вот так вот. Многие уже перестали верить в любовь и романтику. В моем предыдущем перескупе, который на вайв-канале, мы говорим о том, что секс стал просто торговой какой-то маркой и вполне определенным лицемерем. Вот. Хотя большинство все-таки хотят каких-то искренних честных отношений. Оставляет вопрос, верят ли они в них или нет. Так. Почему не будет детей? Потому что мы не хотим. Не хотим. Покажи татухи. Сейчас я все разденусь и буду всем показывать. Так. Борис Моисеев? Оу. Где Борис Моисеев? Нет, моя Маська. Борис Моисеев лежит в кладовке. Почему не хотите? Потому что мы эгоисты. Мы радуемся каждой минутке нашего существования. Вот сейчас, если бы, грубо говоря, мы не издали бэдстрима Симоновым, то мы бы вообще наслаждались своей общине. Пошли бы гулять, киношка, еще что-то было бы прикольно. Красивая девушка, Саня. Искренне благодарю. Саня, ты такой умный, потому что много читаешь? Нет, я не читаю уже на самом деле 11 лет. Что, Масенька? Спасибо про фильм. Мы же так и не посмотрели Варкрафт. Маська весит 61. Варкрафт? Да, кстати, ребят, расскажи еще что-нибудь про Варкрафт. Кто смотрел? Иллюзия обмана. Вот мы выбираем. Иллюзия обмана тоже. То есть, вот мы два фильма эти не смотрели. И Мася спрашивает. Что посмотреть? А то мы собираемся попозже смотреть. Мне кажется, вы очень сексуальны и харизматичны. Спасибо. Так, классный фильм Варкрафт. Варкрафт стоит посмотреть. Как в Доминикану 6-го числа. Сходите. Хотите ли вы иметь детей? Нет, не хотим. Вы ждите Заклетие 2. Мы не знаем, что такое. Иллюзия обмана тоже крутой. А актриса какая-то знакомая что-то. Маська у меня очень любит сниматься. У нас каждые 6 недель где-то фотосессия. Собственно, вот так вот. Иллюзия обмана супер. Интересный фильм. Я смотрю оба. Все, ребят, поняли. Спасибо огромное. Спасибо. Варкрафт еще пойду смотреть. Короче, ни одного негативного отзыва ни от кого я не услышал по поводу фильмов. Ты крутой тип. Спасибо вам большое. Нет он. Сатанист. О, я сатанист. Очень интересная версия. Зеленый Соник. Посмотрите. Иллюзия обмана супер. Идите. Да. Все прикольно. Тепла там не ожидается? Кто у нас там синоптик? Давайте учим Масе задать какие-нибудь вопросы. Масе, кстати, говорил, что пора Масе задать какие-нибудь вопросы. Может быть, у вас есть вопросы к Масе. У Масе своего перископа нет? Да она и не хочет. Потому что она в этом плане, это, знаете, серый кардинал. Она на меня выдвинула в Масе, чтобы меня шпиняли. А она развлекается вечером в комментариях, читает и ржет надо мной. Вот. Могут у вас вопросы к Масе есть? Давайте. Скоро будет тепло. А сходите на рефракты, если я думал, что ты придурок после перископа, то понимаешь, что ты крутой. Ну, зато искренне и честно. На самом деле честность всегда подкупает. Так. Поехали через две недели в Барсу. Что это? Медитацией занимаетесь? Мы знаем, что существует ток энергии, существует много всего, но у нас несколько другая точка зрения. Она наша. Масе, как тебе? Саня в сексе. Ого. Ну, если я вышла за него замуж, а я большой показатель, то все очень хорошо. Какое у вас с двоих образование специальности? У Маски высшая, по-моему, педагогическая, а у меня высшая финансово-экономическая и рынок ценных бумаг по второму. Так. Масе, когда следующий фотосет? В Доминикане, да? Ну, не знаю. Подумаю. Мы там решим, но у нас есть задумка в Доминикане, но мы уже обращались в Перископ. Нам дали какие-то связи, мы еще не все это решили. Нам нужен фотограф, но что-то получается, что там фотосессия стоит непонятно каких-то денег, то есть вообще они с ума подходили. Тысяча долларов. Тысяча долларов стоит фотосессия. И у нас стоит вопрос, что не обалделили ребята там. Так. Можно заниматься своими тренировками? Можно. Фотки у Маси ВКонтакте. Супер. Спасибо. Спасибо. Так. Ну чего. Давайте еще 3-4 вопросика. Может быть 5. Какие-то. Давайте Масю. А то Маска, видите, какая она? Говорит, все, ладно. Перестану. Начну лезть к тебе в Перископ аккуратно. Тихо. Да. Раз меня так все любит. А при грыже? При грыже тоже нужно понимать, куда смотрят грыжи. На самом деле нужно их закачивать. Не надо бояться этого делать. Но вот другой вопрос. Как закачивать с умом? Сколько лет Масе? Кто еще с вами? С нами наш оператор. Потому что мы ждем трансляции Симонова. Мы не силены в электронике. Если скайп начнет барахлить, он будет делать. Мася очень красивая. Так. Мася, ссылка на страничку где? Любимая сладость у Маси? Что? Сникерс? Или Рафаэлки? Рафаэлки, Феррера Роше и мороженое Сникерс. Вот так. Какие препараты нужно принять, чтобы поднять вес? Господи, я такое не хочу даже сейчас. Так. Мася что любит готовить? Как найти Масю во Вконтакте? Я... У меня в друзьях, Саша. Да, у Саши в друзьях. Да, у меня в друзьях, смотрите. Так. Так. Ну, пошли оскорбления. Нужно понимать, что у нас люди это. Абсолютно они еще, знаешь, без этих. Без аватарочек. Безнаказанно себя чувствуют. Это же придает храбрости. А на самом деле, как минимум, это оказывается вашей грязи и подлости. Мася какому косметологу ходит в СП? Мася не ходит, к Масе косметологу ходит. Я же говорю, что у нас везде свои знакомые. У нас очень хорошая наша подруга близкая есть. Оля Рейн. Оля Рейн. Она работает в разных клиниках, а к нам приходит и делает. Все нам помогает. Собственно, вот так. Кто с нами еще? Мой оператор. Где работает Мася? Мася работает директором. Директором. Мася, что ты хочешь купить в ближайшее время? Вконтакте ее найти. Я же говорю, у меня на странице, смотрите. Она же у меня в друзьях. Там увидите. С нарушением ритма можно заниматься спортом. Можно, но аккуратно. Я уже через месяц с друзьями пришлюсь к тебе, Саша. А, вы не обижайтесь, пожалуйста. Честно говоря, это он Масик мой. Она у меня всегда добавляет друзей Вконтакте. Я их не добавляю. А последнее время... А я тоже уже давно не добавляла. Соответственно... Я устала. Да мы что-то этого. У нас, я же говорю, интервью, фотосессии, интервью, фотосессии. Амстердам вроде должны были отдохнуть. Что-то устали. Просто мотали километров по 20. Собственно, вот так вот. А у вас как погода? Погода у нас... Очень холодно. Я вам вообще вся в одежде. Вот так. Так. Ну, что у нас еще? Хорошее видео про реакцию хейтеров. Оно даже не видео. Прямо жизненные ситуации за день до этого. Суха у меня хорошая. Все было прикольно. Не обращаю внимания. Но меня просто рожаще прибило. Я своим администратором звоню. Говорит, а, надо снять. Ну, и мои администраторы в этом поучаствовали. Саш, как тебе можно... А, нет. У нас в Москве дождь. Ты подписан как Александр Шпак? Да. Ищите меня в Вконтакте. Я подписан как Александр Шпак. Россия СПБ. И сразу меня найдете. Так. Значит, в Москве не потеплеет. Можно за пятку ей пощекотать. Ребята, скидывайте деньги в стрим. Может быть, даже можно ее за пятку пощекотать. Сколько лет? Мася. Мася 16. Кого же эти фотосессии? Не знаю. Первым будет выкладывать, разумеется, тот журнал, у которого все это права. Собственно так. Сними продолжение на эту тему. Да. Можно будет снять. Тем на самом деле очень много интересных. И очень много каких разных тем хочется позатрагивать. Ну, не знаю. Если вот она имеет в виду тему, которая там вышла, она написана. То есть это были фотосессии, активные выходные и тому прочее. По Симонову посмотрим, пообщаемся, тоже дам свое мнение. Так, так, так. Бля-бля-бля. Стрим. Сколько вам лет? Нам чуть больше 18. Если нам это мне, а Мася 16. Вот интересно. Внешне собманчиво. Да. Но тут ничего не сделаешь. Это человеческая природа. Все встречают человека по одежке. А потом уже как есть. Такой у вас план поездки, съемки. У нас план отдыхашки, отдыхашки, отдыхашки. Так, ты слишком быстро иногда непонятно говорит. А думай я еще быстрее. Вы представляете, как мне тяжело? У меня башка вообще лопается. Показать сиськи. У вас не хватит денег, чтобы моя Мася показала сиськи. Мы, собственно, к этому свободно относимся. У меня везде загорает топливость. Но, собственно, не бесплатно. Вы точно это получите. Так, Симонову тебе понравилось. Сколько раз в неделю занимается Мася? Пять. Твоя жена? Да. Это моя Масенька. Когда стрим? Леша, сколько там? 17.40. Стрим 17.40. Так, что ты вообще несешь? Какие же гневые люди? Так, «Совершенство любви» – хорошее видео, Сань. Да, «Совершенство любви» – хорошее видео. Но я уже говорил о ханжестве и лицемерии. То есть, вроде мы пропагандируем феминизм из-за равенства прав. А мы четко понимаем, что в интернете не только эротика, но и жесткая порнография. Но стоит увидеть сосок, который я не понимаю, чему сосок у мужчины и мужчины отличается, как в фото сразу банят. То есть, девочки, стоящие в разных непристойных позах, это не порнография и не стремление к эротике. А женщины, которые оголили всю грудь, уж если вам так стало всем плохо, хотя в моем понимании в этом ничего плохого нет. Но заклеили сосок маленькой звездочке или скотчем, тоже нет ничего. Но показали сосок, надо забанить. Ну и кто-то прислал страйк, и нам ограничили видео. Что за стрим? Я сам не знаю, что за стрим. Так, «Как жениться, не разведываешься?» Так, «Вы часто говорите друг другу, что любите?» Ну, десятка-полтора раз, точно. Кто Мася? Ну какая девушка может лежать у меня дома. Кто такая Мася, как вы думаете? Сколько по времени занятия? В зависимости, сколько у Мася есть времени, то есть от пятидесяти минут до полутора часов. И два раза в день. Почему ты никого не блокируешь, мальчики и девочки? Если я начну блокировать кого-то, я буду тратить время на то, чтобы их блокировать, обращать на них внимание. А так, безликие хейтеры раз пообщаются, два принесут свое дерьминцот сюда, а третий раз они уже сюда не пойдут. Ты знаешь, может быть, изрыгая из себя вот этот негатив, может быть, они лучше станут. Так, думал ты мудак, Саша, а ты, оказывается, нормальный человек. Спасибо. Ну да, что реально сказать. Желаю тебе и Мася счастья во всем наслаждаться друг к другу. Все. Мальчики и девочки, спасибо всем за теплые комментарии. Хейтеры, будьте добрее, вам же принесет пользу. До встречи. В следующий раз будем общаться, я не знаю когда. Может завтра, послезавтра, завтра точно не будем. Все. Пока-пока-пока-пока. Мася, ну мне что-то...